Спасибо Признаюсь вам честно. Всегда, когда юбилейная дата, спрашивают, а как вы подошли к этой дате? Я говорю, босс, если бы не пригласили, я бы не знала, сколько мне лет. Итогов не подвожу никогда. Но вот так живу и живу, как бы не задумываясь, ни перед кем не отчитываюсь. Вот так, только перед собой. Уже давно сама себя хозяйка. Профессии давно. И, в общем, стараюсь всегда учиться чему-нибудь. Я считаю себя больше все-таки артистской сцены, чем кино. Потому что учишься ты все-таки ногами, глазами, с партнером. Вчерашнюю ошибку можно исправить. А в кино уже, что сделано, то остается надолго. Вот. Рассказать о себе сразу, да? Вот родилась я на Алтае. Это такое слово Алтай всеобъемлющее. Думаю, господи, я там всего детства прожила. Только детство до школы. Это было такое босоногое детство, 51-й год. Вот. Родилась в простой семье, рабоче-крестьянской. Со стороны отца это рабочая. Со стороны мамы, бабушки с дедушкой, это деревенские жители. И все, в общем, я делаю сейчас выводы, что все начинается с детства. Чему тебя научили в детстве? Родители, бабушки, сам потом. Нас же не учили специально. Допустим, посадили, говорят, вот это так, а вот это так. Мы видели, как они трудятся, как они работают, постоянно что-нибудь делают. И мы хватались за работу, мы делали все и по хозяйству. Поскольку это был полустанок небольшой, это степные, кулунгинские степи. Вот это там место мое, Малиновое озеро. Красивое название. Я после того, как мы уехали в Курганскую область, после вот нашего переезда, я там не была очень много лет, даже не скажу вам сколько. Я знала, что мама, когда рассказывала свою юность, это выпало как раз на годы войны. И она с отцом моим, с папкой познакомилась после войны, уже ей было 19 лет. И она работала в Колыване, вот на этой фабрике, на Колыванской шлифовальной камнерезной фабрике. Я спустя вот много-много лет приехала, у меня там друзья сейчас, родни много, слава богу, что я вот поехала и встретилась. Потому что я приехала, а мне открыли альбом, а я смотрю все те фотографии, которые у меня дома, они в этих альбомах у людей, у моих родных. И думаю, господи, ну как тут не поверить, что у тебя тут троюродные братья, семьи, они так и остались жить на Алтае. И очень хорошие все работящие люди. И живут хорошо, крепко и образованные. В общем, я так порадовалась, когда встретилась с ними. А мамину эту фабрику мы приехали тоже с моими подругами Марина и Вера, они там работают, вот Марина режиссера, Вера фотограф. И мы поехали, взяв с собой оператора, и мы снимали этот Колывань. Там был казначейский когда-то двор колыванский, наверное, знаете. И у нас в Эрмитаже, вот эта царица вас, огромная стоит камни, самоцветы. А потом, когда я узнала, боже мой, что это мамина фабрика, мамин вот этот завод ко мне резный делал эту вазу, я пришла на этот завод, и я когда увидела мамин шлифовальный станок, и они вручную детали там обрабатывали, и вот я это все увидела, места, по которым вот вспоминаю названия, там Змейногорск, Колывань, Поспелиха. И думаю, это же мама мне все рассказывала, и мы поехали просто по этим названиям. И попадали в Краевический музей, потом пошли в архив, и знаете, не нашла ничего. Но они были сосланы туда, вот на эти, они были как раскулаченные, это мамины. А отцовская родня там и жила. И вот после войны, когда отец приехал, и вот они с мамой там познакомились, и когда я приехала, вот спустя много лет, и я приехала и увидела, у меня, знаете, картины из детства, вот просто как будто в увеличенном виде еще вот так на меня нахлынули, потому что такой линии горизонта я нигде в жизни не видела. А я уж поездила, дай бог, сколько, чтобы вот так, знаете, облака лежали на земле. Вот дорога, уходящая за горизонт, вот такая маленькая, помню, бежала, бежала по дороге, и думала, ну там, наверное, вот так, раз, и горка, и можно скатиться. Вот представление из детства. И точно так же вот сейчас я приехала, и вот дорога идет, и не то, что она там виляет, и видно ее там перспективу. Нет, вот дорога идет, и кончается линия горизонта, и лежат облака на земле. Представляете? Больше не буду говорить о детстве, а то заплачу. Спасибо. Нина Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вы пять лет поступали в театральный институт. Сейчас вот абитуриенты приходят и подают сразу чуть ли не во все вузы заявление. И это правильно, потому что где-то просмотрели. Приходит девчонка, которая из деревни приехала и стесняется, и стоит, а на нее уже там они шепчутся, а ее это, она думает, это о ней. Вот говорят, куда она дура приехала. Вот я так про себя думала. Этого ничего не было у меня, потому что я не по музеям не ходила в то время. Я имею в виду, где мы там могли музеи, театры смотреть. Если я в детстве... У нас был клуб, потом, когда мы переехали в Курганскую область, а до этого это был вагон-клуб. Знаете, вагон-клуб раз в месяц, который приезжал, вот на рельсах так останавливался на запасном пути, потому что там так-то поезда ходили очень редко. И набивались взрослые люди, а мы стояли, причем уже стояли молча, знаете, как вот собачата, которых не покормили. Вот мы стоим, смотрим, пустят нас или не пустят. И они видят, ну мы уж так хотим все, а по росту еще разные. И говорят, ну давайте это самое, туда, за экран. Можете себе представить, вагон, так сидят взрослые на скамейках. Потом экран, и мы за экраном, где все кверх ногами, все перевернуто, и вообще не видно ничего, и черно-белое кино. А мы вот так смотрим, и представьте, нас вытурили, за что? Мы сидели, и вот люди старшего поколения меня поймут, и мы сидели, смотрели фильм «Чистое небо». Вот до сих пор у меня и Урбанский перед глазами, и вот мы сидим, и смотрим, и говорим друг другу, «Это немец, а это русский, а это немец, а это русский». И нам говорят, так, молочня, если вы будете там еще шуметь, фильм вообще про любовь, а не немец, русский. Ну-ка быстро там помолчали. Мне приходилось наверстывать. Я носилась по всем галереям, по всем концертным залам, по всем театрам. Я просто... Мы потом с некоторыми людьми встречались и знакомились у театральной кассы, у администратора. Смотрим, одни и те же бегают. Ой, на этот спектакль, на этот где-то пустят, где-то не пустят. Вот. А так, ну, я поступала только в Щукинское училище. Все эти пять раз. А поступала потому, что у нас наша учительница, Людмила Аркадьевна Макарова, она была у нас потом, когда мы уже... В очередной раз, не поступив, мы уже остались работать на фабрике, Суконная фабрика под Москвой. Но это Калужская область все-таки, на границе Москвы и Калуги. Это город Боровск, замечательный старинный город. Там снимались много фильмов. Мы потом видели, где снимают кино. Мы прибегали просто туда смотреть. Так вот, это Суконная фабрика. Я была основальщица шестого разряда. И мы работали на фабрике, кто ткачихой. И вот там у нас было пять человек. И мы ходили в Народный театр при этой фабрике. И это тоже было счастье, потому что наша Людмила Аркадьевна была щукинка. И она нам все рассказывала. И потом, поскольку недалеко Москва, к нам приезжали по линии ВТО педагоги. По сценическому движению, по сценаречи. Приезжали режиссеры. И все те педагоги, которые приезжали, они же видели нас, как мы в самодеятельности работаем. И говорили, ой, вам надо быстро поступать в театральные вузы. А годы-то уходят. А на актерский-то в 19 лет уже старуха. А на режиссуру тебя никто не примет, потому что, как сказал один великий режиссер, что режиссуре не учатся. Это образ жизни. Это ты знаешь столько, ты уже, у тебя и объем прочитанного, и увиденного, и практики. И это, знаете, человек должен уже знать очень много, чтобы стать режиссером. А тут батюшки страсти. Пришла на режиссуру. Вы знаете, писала, когда экспликация, это было так смешно. Я сказку выбрала и писала, допустим, так, лисичку нарисовала. Я написала, лисичка, хитрая, заяц трусливый, если бы кто сейчас видел эту работу. Я ничего не понимала, что такое режиссура. Но вы знаете, Господь давал мне всегда в дорогу вот таких добрых людей. Это только Божье провидение, потому что никогда бы в жизни мне не поступить и на пятый раз. И вот мы ходили после трех смен, мы приходили, хотелось спать, но мы шли от станка сразу на репетиции. И мы настолько были дружным коллективом, что мы потом все поступали. И вот у нас был парень, Толя Коковин, он поступил в институт культуры, а мы, девчонки, вот втроем попали в Щукинское на режиссуру. Эта база, вот эта основа, которая дается на каком-то обучении, то вот у меня случилось так, что я все-таки поступила, и был такой педагог Калиновский. Ох, как много педагогов ушло, так жаль, какие они были великие люди, педагоги. Вот у меня, например, Алла Михайловна Родченко, Царство Небесное, если бы она не приютила нас у себя в доме, мы прибегали, думаю, Господи, вот кому мы нужны? Чужие две девчонки. Вот представьте, сейчас бы ко мне пришли, и ночью мы заявлялись после каких-то уроков, и жили у них, Господи, и чтобы нас еще и кормили. Я вот только сейчас, когда уже, знаете, время пришло, так чуть-чуть остановиться и оглянуться, и посмотреть назад, и думаю, если бы в жизни мне этих людей Господь не посылал, то я бы вообще так и осталась бы где-нибудь... Да я боялась в старших классах сказать, что я буду артист... Засмеяли бы. В артистке собралась, да тут был бы такой хохот, и, может быть, этот хохот меня и отвел бы вообще от этой мысли. Скажу, правда, действительно, куда я собралась-то. А то мы ходили с мамой, мама работала в лесу, на подсочке, вот кто знает, где бор, знаете, такие сосны, такие корабельные сосны, прямые обязательно должны быть, потому что рисовался такой жёлоб, куда живица скатывалась, и потом сборщик собирал ту живицу, и бочки стояли в землянках. Ну, это замечательное было моё детство, когда мы ходили, дышали этим хвойным воздухом, жевали эту сьеру-живицу, и зубы были хорошие у нас, поэтому я маме на этих наших привалах рассказывала, например, у меня был, я посмотрела фильм только, «Веренея» Чурсина играет, и я выучила этот монолог «Веренея», и маме со слезами рассказываю, а мама сидит, плачет и говорит, «Доча, как же ты меня за сердце тронула!» Я говорю, «Мам, буду я артисткой?» Она говорит, «Конечно!» И поэтому говорю, вот я так набралась смелости и стала артисткой. Конечно, режиссёра со мной, из меня бы никогда не получилось. И сейчас говорят, «А хотелось бы вам поставить, что никогда мне не хочется не поставить, не снять фильм, не спектакль, но это даёт мне право, и я сейчас любые свои роли разбираю с точки зрения, вот как бы режиссёр эту роль тебе простроил. Я знаю, где у меня, какой момент. Я могу выйти в зал и взять на себя внимание энергетически. И поэтому вот так могу долго говорить. Нина Николаевна, в 1979 году открылся Молодёжный театр. Да. И вы попали в его труппу. Какая там была атмосфера? Как жил театр? И привлёвшихся внимания Лотмана, Вознесенского. Да, это часть моей жизни. Но Вознесенского у нас не было. У нас были Лотман, да, приезжал много, потому что у нас был в Молодёжном театре замечательный режиссёр, я его считаю учителем по сцене, Владимир Афанасьевич Малащицкий. Он вёл вот такой же народный театр в Лиишке. Это Институт Железнодорожного транспорта. А эти лииштовцы все перешли в эту... на Фонтанку. Там раньше был ресторан. А потом было при советской власти там был каток. А уже потом увидели, что Малышицкому пора давать какой-то государственный театр. И отдали вот эту площадку этого катка. И мы сами его достраивали, можно сказать. Нам говорили, если к декабрю вот не сдадите, мы пол красили, и стены, то есть это вот как наш дом. И там была такая студийная атмосфера. И мы с подругой показывались, потому что мы, ну, как и закончили режиссерский курс, нас педагоги послали в город Котлас, Архангельской области, ставить дипломный спектакль, защитить диплом. И вот мы там поставили, подруга поставила московские каникулы, а я поставила сказку. Значит, и потом приехали, показались в молодежный театр, он еще не открылся. И когда мы увидели, какие там ребята чудесные, а поскольку это было еще, знаете, 79-й год, мы были лимитой, потому что нас никто нигде не мог прописать. И вот пока наши документы прятали, 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 и потом уже, когда мы стали спектакли играть такие, когда, знаете, и был тогда такой в Ленинграде секретарь обкома Зайков, и он пришел на спектакль и сказал, да что же это такое? И у меня такое письмо где-то было, она нужна городу. Вы представляете, что городу нужна? И нас поселили в общежитие, дали сначала временную прописку, потом постоянную, мы же и в строительном общежитии. А потом вот этот Владимир Анатольевич Малащицкий, он дал такую мне поддержку, такую платформу поверить в себя. Он смотрел всех нас, говорил там кому-то надо, кому-то не надо. И он мне всегда, Владимир Анатольевич меня ругал больше всех. Я думала, ну он меня просто ненавидит. А он из меня лепил такую, с такой кучей лепил что-то, вылеплял. И представляете, распределение было такое, что, значит, там у нас много было артисток, у нас 35 человек было артистов, труппа. Я приближала и смотрю распределение и в ужас пришла. Думаю, сейчас придет труппа и будет смеяться. Везде по 3 человека на каждую роль, а потом был отдельно Дульсинея, женщина и дети, Офелия и Агафья. И вот так скобкой было написано Усатого. Думаю, вот смеху-то будет. Я, значит, так жду, когда народ-то подойдет. И все, о, новое распределение, так, Валерка Куарешин стоит и говорит, ой, Нинка, смотри, а вот тут ты одна будешь играть, а мы будем отдыхать. Потом он стал руководить другим театром, а мы оставались в молодежном. И потом пришел тоже интересный режиссер Падве Ифий Михайлович, который тоже сделал очень много для этого театра. И сейчас там руководит Спивак, Семен Спивак. И тоже это замечательная труппа, замечательные спектакли, которые я люблю ходить. Но вот странное дело, раз я там красила пол и вот эти стены, у меня до сих пор ощущение, что я к себе домой прихожу. Попробуй меня оттуда, кто выгонит. Даже уже, может, поколение, которое меня и не знает. Я захожу, говорю, здравствуйте. Ну, в общем, рассказывать долго, это особая страница. Вот, молодежный театр, это моя любовь. И вот, а я теперь через фонтанку вплавь наискосок в Большом Драматическом театре. И вот, знаете, я не могу сказать, что у меня когда-нибудь была бы мечта попасть вот в этот театр, потому что вы все знаете, что это театр Товстоноговский, что он вырастил, Георгий Александрович, таких артистов, это мастера, это что не спектакль, то шедевр. Анина Николаевна, вы пришли в театр, в БДТ, когда Товстоногова уже не стало. Расскажите, пожалуйста, кто вас очаровывал, чья работа актерская вас очаровывала? Я пришла в театр, когда, да, в этот год не стал Георгий Александрович Товстоногова. А в нашем театре, в молодежном, ну, это тоже трагическая судьба нашего режиссера Эфима Падвы, который пропал без вести. Вот такая была история. Но если кто помнит, в театральном мире это вот и было в 89-м году. Вот. И у нас не было режиссера, а у меня, тем более, был еще декретный отпуск. И я в театре это время как бы не участвовала в спектаклях. И тут мне звонок был от Кирилла Юрьевича Лаврова, приглашение в Большой драматический театр. И я с одной стороны напугалась, потому что они были настолько высокого класса мастера все. Они были в самом цвете лет. Это был Стржельчик Владислав Игнатьевич, Кирилл Юрьевич Лавров, это был Николай Николаевич Трофимов, Севолод Кузнецов, Зинаида Шарко, Людмила Макарова, Элиса Брунна Френдлих, Басилашвили. Но представляете, какой цвет артистов был в этом театре. И естественно, и кто я такая, прийти куда-то на какую-то роль, играть с такими мастерами. Я испугалась как-то. Я пришла в Малорежный театр и сказала первому директору, говорю, у нас был Николай Костейников, тоже царство небесное. Я пришла и говорю, Коля, вот так вот меня приглашают. А он говорит, иди. Второй раз в БДТ не пригласят, иди. Так что я со слезами отправилась в Большой драматический театр. Вот. А у меня была там своя история. То есть этот год был такой для меня трагический. В этот год не стала мамой. И я как-то так пришла со своими такими мыслями, что я пришла работать. И я, когда пришла к директору, мне говорят, Нина, вот сейчас такое счастье выпало вам. Это на ходсовете Гена Богачев, дай ему Бог здоровья, сказал, говорит, ну что ж, мы запускаемся Женитва Бальзаминова, а Света Крючкова распределена была на роль Белотеловой. Она уходит в декретный оттуда. Что мы будем делать? А он говорит, вот у Сатова в молодежном театре есть, пригласите ее. Кириллович говорит, да, ну хорошо. И вот так мне позвонили. Я пришла, и мне сказали, вот еще готовьтесь вводиться в роли Светы Крючковой. Я сказала директору тогда, Геннадию Ивановичу, если возможно, пожалуйста, я не буду вводиться в эти роли, я буду играть свое. Анна Николаевна, скажите, пожалуйста, фильм «Холодное лето 53-го» это действительно удача, большая роль с невероятными Приемаховым, Попановым, Кузнецовым. Фильм стал событием жизни той страны. Он будил странные чувства, неловкости, стыд, покаяние. А с какими чувствами вы снимались и ваши коллеги-актеры? Спасибо. Я отказывалась от этой роли, глухонемой Лиды, и раза три отказывалась, потому что мы когда были уже на звучании фильма «Байка», так что вот когда мне принесли еще раз эту роль, я думаю, немая Лида, вот эта героиня, мне ее жалко, и думаю, как я буду играть, я не сумею, это будет вранье, и думаю, откажусь. И потом, когда я ее сыграла, господи, как это было здорово, что я сыграла с такими артистами, как Валерий Приемахов, Валерий Михайлович, или Попанов. Ой, и там вообще все артисты там, и Головин, который играет, этого главного бандита, и Додинский артист, и Саша Завьялов, и Власов, Сережа, и Витя Степанов, которого убили, милиционера. Я вспоминаю, когда мы снимали, а снимали мы в Карелии, на острове, перед нами Сямозеро, это большое, и лесничество там, и где мы снимали, и там, и местные жители снимались, и кто-то из местного театра снимался, из Петрозаводска. И вот вы сказали отношения, да? Вот какое у вас отношение, такое у нас было отношение и к истории, и к той правде жизни, которая шла с экрана, и вот как Виктор Степанов, знаете, вот эту моторку заводит, и идет песня, летят перелетные птицы, это прям как мурашки по коже, и вот как бы в струю с этой музыкой, с этой песней, сразу настолько, это черно-белое кино, ну, такое, как старая фотография, и оно так ворвалось, что люди смотрели вот так, затаив дыхание. И там была такая правда, и она и есть, и всегда он, его хочется смотреть. Вот мне даже, я там снималась, но я смотрю уже не на себя там, потому что артист, ну, это я. Так, первые фильмы, смотришь, находишь какие-то ошибки, потом смотришь, как играют партнеры, потом что-то находишь неправильно. А в этом фильме я ничего не могу найти, что было бы неправдой. Вот во всем. Мне так нравится, и благодарна Александру Анатольевичу. Я потом снялась еще у него в трех фильмах, и это тоже так, знаете, здорово, что потом такая дружба продолжается, и вот эта любовь остается надолго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нина, сегодня вы упоминали режиссера Хатиненко, у вас с ним было несколько работ. А скажите, пожалуйста, как его стиль и подача отличаются от других режиссеров? Ну да, у каждого свой почерк, у режиссера Владимира Ивановича почерк такой. Он обязательно репетирует, он по первой профессии архитектор, и он делает раскадровку кадра и рисует человечков, какие-то пунктирчики, мне интересно было заглядывать в его тетрадку, на каждый кадр у него рисунок. Начиналось все с фильма «Рой». Для этого фильма я худела, стройнела, не скажу, насколько действительно постройнела. И приехала я. А мою роль сократили. Я так и не снялась. Фильм «Рой». Он сказал, не переживай, будет следующая работа. И дал мне роль мусульманина. Я читала этот сценарий и думаю, ой, какая роль, боже ты мой. Я не знала еще о партнерах, кто будет сниматься в «Сыновьях». Я читала, и мне сразу эта роль настолько дорога и близка сердцу, эта роль матери, что я, поскольку много было репетиций у меня каждый день, и ребенок, и все это некогда было читать. Я читала в «Стреле», когда ехала. Приехала к Владимиру Ивановичу и говорю, ой, говорю. И думала, будут пробы. А он сказал, нет, проб не будет. Готовься, это тебе вот как подарок. И всегда он, перед каждым днем, он репетировал. Вот он начинает репетировать, а у меня эмоции мгновенные. Он говорит, все, все, все. Он все боялся, что я расстраиваюсь сильно. Я говорю, я не расстраиваюсь, просто я, то есть, вот вживаюсь в эту мать, и я так читаю. И так же и Жене Миронову, и так же Саше Балуеву, он подсказывал. Все, я понял, вы все, все в материале. И потом мы идем уже на съемочную площадку, и так было всегда. Вот «Мусульманин», потом был фильм «Гибель империи», это сериал он снимал, я тоже там снималась. Потом был «Страстной бульвар», мы тоже там с Володей Ильиным снимались, с Колтаковым, Сережей, это его сценарий был. И потом еще один фильм был «Поп», где мы с Сережей Маковецким играли, он попа, я попадью играла, матушку. И вот видите, сколько ролей подарено мне. А это-то, сынок. Скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют, закон был такой. Уважаю. Только на поминках три рюмки выпить требуется. Тоже закон. Только наш. Ты их уважаешь хорошо. Только и нас у вас. Выпей, сынок. Не могу, мам. У меня и старт был с фильма «Небывальщина» Афгарова Сергея Михайловича. Это когда я приехала, я не знала, где граница кадра, где что. И помню, когда меня пригласили, это такой фильм, знаете, вот если этнографы посмотрят, это действительно вот такая история, там и музыка народная, и костюмы настолько... То есть вот мы в «Домотканах» играли, мы в «Лаптях» бегали по снегу. Ануччи эти были, «Лапти», настоящая «Лапти» из «Лыка». Эти зипуны, эти одежки. Тоже любимый мой режиссер Сергей Михайлович. Он сейчас больше преподает. Вот, да, Павел Семенович «Лунгин», это «Дело о мертвых душах», это «Остров». Так и приехала ко мне Таня Максакова, это второй режиссер у Лунгина. И она так подает мне сценарий «Дело о мертвых душах» так на стол и говорит. Павел Семенович сказал, выбирай любую роль, хоть Плюшкина. Я думаю, ничего себе. Я говорю, Таня, ты шутишь, говорю. Он, да, сказал, вот любую роль, которую выберет, вот это ее. Я читаю, думаю, ой, ну, конечно, губернатор шум. А у нас тут шел такой спектакль в Молодежном театре, назывался «Ахневский всемогущий Невский». И это написал мой педагог Александр Михайлович Паламешев. Написано было по произведениям Гоголя. И я играла там губернатор шум. Но я играла в театре ее. И там был такой, знаете, на музыке такой сделан спектакль интересный очень. А тут сериал. И мы, и артисты, боже, какие там артисты были. И снимались. И Сережа Гармаш играл губернатора. Инга Оболдина, дочку нашу, играла. И там и Мадяна Фрома, и Даня Спиваковский. И актеры. Ну, просто всех не перечислить, потому что там просто вся обойма артистов замечательных. И Паша Деревянка. И, ну, если хотите посмотреть этот фильм, замечательный фильм просто. И фильм «Остров». Тоже это как подарок. Маленькая роль. И это была встреча с Петром Мамоновым. Вы знаете, вот я рассказываю все это. Кажется, вот маленькая роль. Или встреча, на которой мы там просидели, может, часа два. Поговорили, пока перестраивали кадры. А я вспоминаю эту нашу встречу с ним и думаю, вот это было как мгновение. И это как огромная страница. Это как, знаете, страница вот в моей истории. Его присутствие. Как он говорил. Я там больше молчала и слушала его. И слушала, и слушала. Там же было место Соловецкого монастыря. Там же ГУЛАГ. И все то, что описано в наших... И Солженицын, о чем писал. И о чем говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев. И все, кто прошло тяжелое время. И Георгий Жжонов. И мы знаем все это из истории. И ты стоишь на этом краешке земли. И тоже чувствуешь все это. И у тебя не просто этот маленький эпизод. А он обогащен всем вот этим. И мурашки по коже. У Германа многие актеры почитали за честь сняться в эпизодах. У вас был такой опыт. Съемка в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Будьте любезны, расскажите, пожалуйста, об этом периоде. Именно эпизоды, потому что у меня была пробежка в тумане. Не скажу, что это был ежик в тумане. Но примерно. Меня там даже не различить, что-то я бегу. Но у Германа у меня была большая школа звучания. Когда он мне дал первый сценарий прочитать, это была роль проститутки. И я думаю, вот это да. Думаю, интересная роль. А у меня была коса своя такая, как в небывальщине, длинная коса. Вот, значит, на лице круглом моем ни одной морщинки. Я думаю, как же мне сделать вот такую проститутку, вот как выписано вот там в романе. Думаю, ой, а там такая судьба, эти тяжелые. Думаю, господи, надо сочинить. Нас же учили сочинять биографию героини. И я приехала из отпуска и пришла на лентильм. И идет Алексей Герман. И я говорю, ой, Алексей Юрьевич, я вот написала тетрадочка у меня. Ой, я такую биографию написала своей героине. А он говорит, а, так мы уже сняли. Я говорю, как? Эту роль сняли? Куда мне теперь с этой биографией-то? Я же работала, я же... И я так чуть ли не заплакала. Он говорит, не переживай, ты идешь на повышение. Ты будешь играть роль жены бандита. Я говорю, а! И он, привойно, вот, пошли. Заводят меня в костюмерный цех. И Галя, главный художник на картине была. И он говорит, так, Галя, значит, дай Усатовой, значит, значит, бордовое платье, вот где-то у тебя видел, вот это, да. Значит, здесь орден Ворошиловского стрелка, фетровые боты и, значит, и берет. Значит, шубка потрепанная, но котиковая. Вот. И я, значит, нарядилась, показалась. И он говорит, замечательно, все отлично. Значит, съемка будет такого-то. И я говорю, так дайте роль-то почитать. Нет, все на месте узнаешь. Я говорю, а! Думаю, ничего себе испытание. Про это-то я все лето готовилась. А тут теперь... И, значит, я приезжаю на съемку. Снимаем в Невском лесопарке. Там какие-то бараки. Апрель месяц. Проходит Миронов. Андрей Миронов. Болтнев. Они, значит, идут, между собой что-то разговаривают. Какой-то кусок обговаривают. Я стою, смотрю на них, думаю, господи, так, а я про себя ничего не знаю. Стою вот там, берете, как дура. И проходит Герман и говорит, так, готово? Я говорю, а к чему мне? Что делать-то? Так, это что у тебя? Я говорю, орден Ворошиловского стрелка. Она что, героиня какая-то? Так, при чем здесь орден? Он отрывает этот орден, бросает куда-то. Говорит, что это у тебя в ушах? Жемчуга, ну-ка, быстро вынула. Так, 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 билет, все, волосы растрепал мои. А я говорю, так это что такое? И платье это бордовое, так взял и разорвал. Я чуть в обувь не упала. Там у меня рубаха белая. Значит, дайте быстро и сними эти боты свои, надень кирзовые сапоги. Я надеваю сапоги, шубку сняла, холод такой, слякоть со снегом. И, значит, и говорить так, быстро самосвал, высыпал здесь кучу гравия, знаете, такие булыжники такие. Переулок, а как я туда попаду? Перелезешь, и я, значит, в переулке стою, а перед этим, говорит, знаешь что? Значит, смотри, ты дома лепишь пельмени, значит, раскатываешь руки в муке. Я говорю, дайте муки, муки хоть дайте посыпать руки. Мне принесли какую-то белую пудру, значит, руки. Я говорю, дальше что? Ты раскатываешь, тут же рядом бегает пацаненок, сын твой. Значит, тут же, значит, ты раскатываешь эти самые... И тут приходят и говорят, убили твоего этого самого суженного, твоего мужа, убили. И ты, говорит, бежишь, и вот тебе куча этого самого гравия, и ты, говорит, должна через него перелезть. Тут, говорит, НКВДшники, охранники, тут тебя будут не пускать, а ты, говорит, твоя задача пробежать через эту кучу и бежать туда. И одно слово у тебя убили на протяжении всей моей роли. И я, значит, стою, значит, расхристанная в этом платье, стою, думаю, а где ребятенок-то, который со мной должен же быть тут рядом? И ничего не понимаю, где кадр будет, где что. Так стою там, и он кричит, Нина! И я как понеслась, я карабкаюсь, а у меня полные сапоги этих камушков, полные сапоги, и руки, ногти, все ободрано уже, все. И здесь вот все, и я лезу вот так, у меня же задача перелезть эту кучу, и там такие стояли, как сейчас помню, Валера, он бывший боксер, у него нос и так перебитый. И они стоят, значит, в этих формах НКВДшников, этих охранников, и раз у меня была задача, я как дала одному вот так вот, он так и полетел туда вниз, как дала другому, он тоже полетел, и я с этой кучи, и кричу, убили! И пронеслась мимо камеры, и несусь уже в поле, и кричу, и там уже конец кадра, и сказали, стоп, давно. И я уже унеслась куда-то, бог знает куда, вот, и потом меня поймали, и Герман говорит, второго дубля не будет. Это было здорово. Сказал он мне, и я стою счастливая, думаю, ой, вот это ролищу сыграла. И когда было звучание, он говорит, ну, Нина, давай не промахнись. А раньше же не было, как сейчас на цифру, там какой-то этот самый, там надо было начинать, и уже держать эту... и я так посмотрела, как я бегу с какой-то... и я так кричала, а пробежала-то в тумане. Просто туман, тут дым, шашки зажгли, эти самые, и я кричу, убили. И Герман поворачивается, говорит, если вы не записали звуковикам, я вас убью просто сейчас. И говорит, молодец, с первого дубля записалась, а я сижу, у меня аж сердечко вылетает из груди. Винька! Винька, куда? Где? И вот почему Алексей Юрьевич звал меня на все, ну, во всяком случае, четыре фильма я у него озвучивала, где не снималась вообще. Он меня почему-то приглашал, и я вспоминаю, когда я сижу, значит, в этом же фильме, когда мне показали тех проституток, кого должна была играть, и говорит, озвучивать будешь ты. И когда я озвучивала, до сих пор даже помню все слова, все тексты. Вот, допустим, здесь Лошак жил, вот я одну переозвучила, там другие, ой, все в порядке, начальник, начальник, вот так я говорила, там, где она, Нине Руслановой, там, подол задирает. И я помню все это, потому что это долго-долго было. Ну, я говорю, это школа была Германа. А потом Хрусталев в машину, он тоже меня вызвал. И я тоже там озвучивала женщину. А когда фильм «Проверка на дорогах» вообще лежал несколько лет, 20 лет, по-моему, он лежал на полке, «Проверка на дорогах», и я озвучивала там женщину, которая с мальчиком идет по льду, а там сбрасывает снег, персонаж, не помню, как Татарин звали, как его. И у меня одна была фраза, «Он не знает, это я не знаю». И там, когда она с мальчиком с этим спит, и говорит, «Это все сны, сны». Вот видите, я все эти слова помню, а это пришло много лет. И Герман всегда почему-то мне говорит, «Нина, нет, не так, понимаешь, скажи просто, вот скажи». И скажет, я тут же музыкально ловлю, как он сказал это. И не понимаю, думаю, ну что тут надо его? Думаю, ну я же прав... Я еще попробую. Я стараюсь попасть, а рядом сейт артист, который играл Берию в «Хрусталев машину». И он говорит, «Ничего, Нина, я уже четвертые сутки над одной фразой сижу». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А «Нина» в 90-х вы снялись в фильме «Прощальные гастроли» с Людмилой Гурченко, Ольгой Остраумовой и Светланой Рябовой. Это история четырех актрис, из бывших жен провинциального режиссера. Да, да, да. Летчики ругают фильмы о летчиках, медики ругают фильмы о медиках. А вы, какова степень достоверности этого фильма? Эта достоверность там была, там играли тоже замечательные артисты. И Виталий Дудин пригласил нас. Поначалу снималась не Людмила Гурченко, а Алина Быстрицкая. Потом по какой-то причине нужно было уехать в Москву. Уже открывались сезоны, у меня тоже уже театр в сентябре открывался. И мы боялись, что мы не доснимем фильм. А он только начинался. Оля Остроумова, Света Рябова, я. И вот мы как бы остались и говорим, да что же нам делать? И выручила нас Людмила Марковна Гурченко. Все мы там играем артисток, и играем и себя, и тех героинь, которые близки нам. вот так он как-то распределил наши роли, что мы там все были настолько влюбленными вот в своих героинь. И играли как-то просто-просто. Есть место и поплакать, и посмеяться, и узнать себя во всех этих ролях. И как актриса, молодая, например, ревностно относится. А там у них у всех был, собственно, один тот же режиссер мужем. У одной был просто фронтовым другом. У них своя была дружба, своя правда. Это у Людмилы Гурченко. Она о нем рассказывает вот так, со своим багажом тех времен, военных лет. Я рассказываю, что я была как-то... Там, собственно, про всех нас говорят сами персонажи. Замечательный фильм. Спасибо ему, что я снялась и в таких... с такими артистками замечательными и в этом фильме. Много-то желающих в театре в отцы-то видела. Мы вот с ней хоть и побывали вроде замужем, так за одним и тем же мужиком. Лысым гипертоником. А ты дети. Ну, гипертоником он был не всегда. И лысым, между прочим, тоже. Даже после Верки еще такая волна была, как зачес. Я ж вперед глядела. На тебе, Боже, что нам, не Гоши. А после тебя ты уж, мадам, достался. Выкрасить да выбросить. Не обожаете. Не обожаете вы Викторию Дмитриевну. Не обожаете. А много чести. Начать мне на нее. Нет. Я к Виктории Дмитриевне отношусь равнодушно, даже можно сказать. Нормально. Ой, посмотрите-ка. Да. А то, что выставляется, ой, Вера, вспомни себя на ее месте. Я тебя умолчу. Не смешите вы меня, Евгения Ростиславовна. А вот Леву люблю. Да, да, если ты это хотела услышать. Люблю до сих пор. Ой, надо же, Да, да. Художника большого в нем люблю. Ой, только не надо. Не надо, Евгения Ростиславовна. Мы это уже проходили. Она его за муки полюбила, а он из-за сострадания к ним. Не надо. Баба мужика любит не за что-нибудь, а поперек всему. Бедняжечки вы мои. Ой, да тебе-то откуда знать. Ты же замужем за ним не была и в любовницах не числилась. Не городи чепухи, Вера. Умная ты, Нина. Тебя на этот крючок не подцепить было. Твое счастье, как же. Да уж, пронесло. У Константина Богомолова определенная репутация в театральной среде. Вы играете в его спектакле «Слава». Какое впечатление Константин на вас произвел? И что скажете о спектакле? Это режиссер, который ищет к своим пьесам свой подход, свою форму. Там спектакль в стихах. Он, знаете, написан автором Гусевым в 1936 году. Можете себе представить? И он написан так, как кусок из жизни того времени. И Богомолова удалось передать даже в наших вот характерах, в наших персонажах правду той жизни. мы просто показываем кусок нашей истории в этом спектакле настолько правдиво, как вывел нас Богомолов, не исказив, не придумав этот спектакль. Знаете, так вот льется, как из песни слово не выкинешь. И там все наши артисты настолько правдиво играют своих персонажей. а внутри при всем том страшном времени, предвоенном звучит молитва. То есть вот мы говорим там совершенно, кажется, безэмоционально, а как-то вот так, чтобы стих, рифму соблюдать. Но когда смена сцен идет, и идет молитва, вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что у каждого есть то в душе, что составляет какую-то его тревогу за близких, тайну, все то, что нельзя сказать всем. А это только как внутренний голос внутри. И зал сидит в такой тишине и слушает. И мы, артисты, любим этот спектакль. Мы любим ездить. Мы уже были вот недавно в Петрозаводске с этим спектаклем. А сейчас в Москву приезжаем, у себя в городе играем. И мы его любим, этот спектакль. Любим Костю, который подарил нам этот спектакль. Мы до этого мало его знали. Он очень тактичный, очень, знаете, очень... В общем, мы его любим. приход могучего в БДТ называют перезагрузкой театра. Вы согласны с этим определением? Как вы считаете, какой БДТ сейчас? Ну, слово перезагрузка не совсем мое. Поэтому, да, он пришел, пришел худруком в наш театр, когда не стал Кириллович Лаврова, когда ушла Людмила Макарова. Они еще были при нем, но это было такое обновление всего руководства в нашем театре. Андрей Могучий пришел и сразу вызвал нас всех поодиночке, сказал, вы мне нужны, не уходите, будем работать, и очень интересно. И он сдержал свое слово, он дает молодым все. Он сам преподает в нашей академии театральной, и он уже выпустил курс и дал всем своим режиссерам право постановки в БДТ. Кому бы это так мечталось? И когда он дает артистам, у нас все спектакли разные. Вот сейчас в сентябре здесь на гастролях был наш театр большой драматический. Играл и в современнике, и в малом театре. И вот видите, все спектакли, кто-то из вас в театр ходит, не только кино смотрит больше, а вот такой спектакль как «Пьяная». Алиса Брунна Френдлих приехала со спектаклем, два раза здесь был спектакль. Называется «Волнение». Вырыпаева автора. Был спектакль «Губернатор». Это все спектакли разные. Все разные. То есть, допустим, он, я даже не могу сказать, какой у него почерк. Он берется за какой-то спектакль и внедряется в него, и потом то, что видит зритель, оценивает это по-своему. Вот сейчас он, рано говорить, я не радуюсь, а просто хочу сказать вам, что он хочет поставить по-шукшину. Вот видите, какие разные авторы, и что делать? У него есть спектакль, вот чернишевский. Казалось бы, как он нам близок, а он так осовременил, что это эти произведения классические становятся современными. Нина Николаевна, скажите, пожалуйста, почему вы никогда не говорите про мужа и никогда никого не пускаете в дом? Почему так тщательно скрываете их от чужих глаз? Батюшки, страсти, никого не пускаю в дом, я где живу на острове, что ли? Пускаю в дом, а вы вот пустите всю страну к себе в дом. Мы же с экрана говорим на весь мир, поэтому есть территория, куда личная твоя жизнь, я не думаю, что надо знать им всем, потому что вы сами так понимаете, правда? Я люблю артисты смотреть на сцене, люблю в кино, а какая у них личная жизнь? У всех у нас полосатые периоды и горечи, и грусть, и счастье, и радости. Не надо, вот я территория, это не касаюсь, и поэтому я думаю, что это и ни к чему, я все то, что у меня в душе вношу в своих героинях, и защищаю их, и восхищаюсь ими, и эти героини, может быть, даже и сформировали мой характер, и сделали меня. артист, вот он, его лицо на сцене, и почему-то сейчас можно и в интернете всякие истории сочинять, и еще где-то. Надо беречь друг друга. А вас, дорогие мои зрители, которые пришли вот так вот задавать мне вопросы и выслушать меня, не устали от моих рассказов, и вас, уважаемая публика за кадром, который будет смотреть на экране, и вам спасибо, и вам всем желаю здоровья, и сил, и трепетности друг к другу, и к родным, и близким, и чтобы у всех было больше на душе радостного, а печали, они, конечно, будут, но их как-то надо пережить и снова иметь мечту, восхищаться, ходить, гулять на выставки, в театры, смотреть хорошие фильмы, да и просто дышать, и любить друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...